МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О том, какой была неделя в городе, я и мои коллеги расскажем вам прямо сейчас. Смотрите выпуски. Голосование за проект благоустройства стартовало в Рязани. В честь акции прошел субботник в лесопарке. Ароматы из подвала. Жители многоэтажки два года страдают из-за неисправной панализации. Карлсон Хаус в Рязани. В кукольном театре звездные гастроли. О привезенных спектаклях рассказал актер из Петербурга. С 15 апреля стартовало онлайн-голосование по выбору проектов благоустройства на 2023 год. Рязанцы выберут по одной территории от каждого из районов города. В честь начала акции прошел субботник. Валерий Седов с подробностями. Итак, девочки, сейчас наша с вами задача убрать территорию от листвы. То есть, чтобы она была чистая. Поэтому давайте сейчас с вами это сделаем, чтобы наш город был с вами как можно лучше и чище. Волонтер Олеся Тараскина раздает последние указания перед началом уборки. Задача простая. Освободить территорию парка от опавшей листвы, веток и мусора. Таким вот субботником открывается онлайн-голосование по выбору проектов благоустройства на 2023 год. Всего проголосовать можно будет за благоустройство четырех территорий. По одной в каждом из районов. Список представлен на сайте голосования 62.городсреда.ру. Отдать свой голос за благоустройство можно как не выходя из дома, так и в торговых центрах. В этом горожанам помогут волонтеры. После субботника функционал у них станет шире. Они будут стоять в торговых центрах. У нас их девять. И на площадках городских мероприятий, где будут информировать жителей о том, насколько важно участвовать в этом проекте для нашего города. Также помогать им проголосовать прямо на точке. То есть у волонтеров будет планшет, на котором будет приложение, они смогут проголосовать. Интерес к голосованию за парки и скверы по всей стране традиционно большой. В этой связи на портале 62.городсреда.ру и платформе обратной связи могут возникать временные технические трудности. В ближайшее время работу онлайн-площадки власти обещают отрегулировать. Все заинтересованные жители смогут выразить свое мнение о предстоящем благоустройстве в рамках нацпроекта. Отметим, что в прошлом году горожане выбрали целых пять территорий для благоустройства. Дубовая роща, Гвардейский сквер, парк имени Белякова, Лыбецкий бульвар и лесопарк. В последнем, кстати, работы по благоустройству начнутся в ближайшее время. На трех других территориях работы уже идут. И только от рязанцев зависит, какие парки благоустроят в следующем году. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В Рязани на улице Островского, 26, корпус 1, люди живут в доме, пропитанном запахом канализационных нечистот. На протяжении двух лет проблема не решается, и нечистоты продолжают литься в подвал. Аварийная служба приезжала, прочищала коллектор, но ситуация не изменилась. Герман Гущин продолжит. Это видео в нашу редакцию прислали жители дома на улице Островского, 26, корпус 1. Из забитых труб канализации нечистоты текут прямо в подвал. По словам жителей многоэтажки, когда они возвращаются домой после работы, подвал под квартирами уже заполнен канализационными сливами по щиколотку. Два года назад я приобрела данную квартиру. Обращалась в управляющую компанию. Неоднократно я подавала заявление о том, что у нас засоряется труба в ужасном состоянии. Засоряется канализация, все это течет. Это неприятный запах, сырость. Уже, извините, фекалии поплыли к нам в подвал, то есть под квартиру. У нас подвал находится в квартире. У нас не одна квартира течет. Сейчас вот в данный момент, потому что колодцы встали, мы опять же звонишь, допустим, вызываешь людей. Да, вот уже все телефоны скоро, наверное, наизусть будут знать. Вот, и бездействие какое-то. Несколько месяцев назад аварийные службы здесь уже копошились. Но видимых изменений не произошло. Только хуже стало, говорят местные. А дело все в том, что у ремонтников оборвался трос. Так его там и бросили. Погружаться в коллектор глубже они не хотят. Мастер, инженер, с которым я сегодня общалась утром, и что он сказал, ждите то аварийку, то водоканал, то опять снова. И вот так они вот друг на друга перекидывают. Но когда мы уже пошли, просто у нас из подвала течет уже фонтаном, и это все выливается. Я уже взяла вот мужа, соседа, который затапливается уже второй подвал. Мы уже пошли, и ребята то и ждали мастера. Они там трос, получается, они его туда сунули, обратно они его не смогли вычить. Они его переломили. Соответственно, если на трос то, что бросают, даже туалетную бумагу, пока она растворится, все это накручивается. Инженер управляющей компании «Битримсервис» заявил нам, что трос уберут обязательно. А вот о замене труб пока говорить рано. Сегодня мы это все посмотрели, мы это увидели. Письмо на аварийную службу города Рязани написали и отослали. У нас заключен договор с аварийной службой города Рязани. И она прочищает лежаки в доме. Написали письмо для того, чтобы они эту неисправность устраняли. Кроме того, люди предполагают, что труба забита не только в одном месте, но и на всем протяжении. Жители дома на Островского, 26, корпус 1 уже готовят заявление в прокуратуру. Два года жизни в нечистотах – это вам не шутки. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Новые поправки в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости призваны обеспечить максимальную прозрачность всех сделок. Теперь, если вам предлагают дешево купить квартиру, узнать, не в аварийном ли доме она расположена, можно из открытых источников. Подробности далее. Новый закон, вступивший в силу с февраля, закрывает еще одну лазейку для мошенников. Речь идет о продаже квартир в аварийных домах. Часто такие апартаменты продавали по заниженной цене. А уже после выяснялось, что сам дом подлежит сносу. Теперь же все такие сделки будут получать особые индикаторы. Информация станет общедоступной. Своеобразную черную метку для серого риэлтора. Это, скажем так, особые отметки, которые всегда содержат информацию для размышления, чтобы люди, получая выписку из Единого государственного реестра недвижимости, могли уже сфокусировать свое внимание на каких-то, скажем так, особых отметках и уже принимать решение, либо они покупают с риском для себя такое жилье, либо они отказываются от данной сделки. Степень риска определяет решение муниципальных властей. Потому что есть аварийные дома, подлежащие сносу, а есть капитальная реконструкция. Во втором случае рисков, конечно, меньше, но они все же есть. Естественно, когда орган местного самоуправления принимает свой распорядительный акт, он четко прописывает в соответствии с тем, какие действия дальше в отношении данного объекта недвижимости будут осуществляться. Уже ряд администраций, скажем так, довольно-таки активно приняли участие и в настоящее время в Росреестр поступило порядка, наверное, 17-18 заявлений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, которые содержат данную информацию. Вот и получается, что квартиры из разряда старые, дешевые и некачественные сегодня уже не выдашь за ликвидное жилье. На вторичке теперь все будет учтено и зафиксировано. Без всяких там риэлторских лазеек. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Санаторий «Сосновый Бор» заработает как многопрофильный социально-реабилитационный центр с сентября этого года. Объект для региона знаковый, популярный. Его возможности станут шире. Об этом губернатор Николай Любимов заявил в четверг, 14 апреля. Народным избранникам он представил традиционный годовой отчет и ответил на вопросы представителей фракций. На традиционный отчет перед народными избранниками губернатор приходит ровно в срок. Его доклад изобилует цифрами, они лучше прошлогодних практически во всех сферах. Общая площадь ведетого жилья достигла почти 757 тысяч квадратных метров или 117 процентов уровнем 2020 года. По такому развитию Александрская область заняла четвертое место в ЦФО. Объем инвестиций в основном стал сложиться в сумме 73 миллиарда 900 миллионов рублей, что на 12 процентов выше, чем в предыдущем году. Даже в условиях пандемии рынок труда в Рязанской области не просел. Безработица за 1 процент так и не вышла. В медицине уровень поддержки от властей существенно вырос. Например, появились доплаты выездным бригадам от 10 тысяч водителям до 20 врачам. Открыто 5 новых ФАПов. В этом году к ним добавят еще 12. Для масштабного фронта с коронавирусом в Рязани открыли единый центр вакцинации. Сегодня это главный форпост на пути к ковидных мутациям. Центр рассчитан на ежедневное послужение без предварительной записи до полутора тысячи человек. Других регионов, регионных аналогов нашего центра пока нет. В момент устранения необходимости в разных частях города мы открыли 6 пунктов бесплатного экспресс-тестирования. Там ежедневно без выходных работали сотрудники медицинских организаций. Рязанского государственного медицинского университета в Аланте-Крук. За время работы проведено более 32 с половиной тысячи следователей. Выявлено их около 5 тысяч положительных тестов. Одними из первых в стране в Рязани наладили бесплатное получение сенсоров для больных диабетом детей. Это уже даже скорее не медицинский, а социальный прорыв. В самой социалке все подчинялось принципу улучшения благополучия, улучшению комфорта и благоустройства территорий. В 2021 году на реализацию инициатива граждан было направлено порядка 300 миллионов рублей. Средства получили 19 муниципальных образований. Выполнены работы в 14 воровых и 27 общественных территориях. Наши города Крым, Сасово, Мечурицы вошли в число победителей всероссийского уровня. В конкурсе получили финансирование на свои проекты благоустройства. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» выполнен в полном объеме. Потрачено больше 5,5 миллиардов рублей, что позволило отремонтировать свыше 265 километров автодорог регионального и местного значения. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Мощный взрыв потревожил микрорайон Конищева 13 апреля в среду. Это была не ракета и не утечка газа. В доме по улице Интернациональной взорвался самогонный аппарат. На пульт МЧС сигнал поступил в 2 часа 45 минут. Тушением огнеборцы занимались почти 2 часа. Слышал только грохот и машины, на машину упал и все, больше ничего не слышал. А вы на улицу? Нет, туда выходят. А на улицу не выходили в МЧС? Нет, это было 2,5 часа ночи. Выбитые окна, разрушенные балконы и это не прилеты ракет, а последствия человеческой безалаберности. Ночной хлопок в одном из домов по улице Интернациональная. По словам очевидцев, переполошил все близлежащие многоэтажки. Жители верхних этажей на улицу как ветром сдуло. В 3 часа ночи был слышен сильный хлопок, после чего плакал очень громко ребенок. Я жил напротив, вышел на балкон, понимал, что голос на хай, но доносился отсюда и как бы народ сюда с копом побежал. Ну и на этом все. Ребенок продолжительно долго плакал, а я думал, что хлопок – это авария, потому что работала сигнализация. Сейчас пострадавшие в областной клинической больнице. По словам врачей, их состояние стабильное. Двое детей 4 и 5 лет поступили с ожогами практически всего тела. Ночью поступили двое детей в возрасте 4 и 5 лет, мальчики, с повреждениями, с ожогами различной степени тяжести, состояние их средней степени тяжести. Но они активные, подвижные. Сейчас сложно давать прогнозы, потому что пока мы сделали только первую перевязку, то есть осмотрели, да, посмотрим, как будет в течение 7 дней, как будет у нас кожные покровы восстанавливаться, как будет происходить репарация. Поэтому мы, ну, пока прогнозов не будем говорить. Но в любом случае это до месяца пребывания. Также, по словам главного врача УДКБ Инны Лебедевой, психологическое состояние детей в норме и консультация психолога им не нужна. Учитывая возраст ребят, врачи очень рассчитывают на скорейшую регенерацию. Тем временем областная прокуратура уже организовала проверку. О предварительной информации причиной пожара стало, цитирую, воспламенение спиртосодержащей жидкости в процессе ее производства. То есть взрослые ночью варили самогон. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства при исполнении родителями обязанностей по воспитанию содержания несовершеннолетних, а также по созданию надлежащих условий их жизни. Кроме того, прокуратура даст оценку правомерности использования оборудования, предназначенного для производства спиртосодержащей продукции. Пожар тушили 15 бойцов Государственной противопожарной службы. Ликвидация очага заняла больше двух часов. Возможно, скорость была бы и выше, если бы не припаркованное во дворе авто. Теперь после выздоровления к ночным самогонщикам у силовиков будет много вопросов. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Появление в доме питомца – большая ответственность. К сожалению, многие воспринимают животных как игрушки. Поиграл и выбросил на улицу. Сейчас мы познакомимся с людьми, которые спасают брошенных котов, приводят в здоровое состояние и устраивают в новые семьи. Большая часть животных, о которых пойдет речь, найдена на дачах в районе Гавердова. Есть и те, кого подобрали в Солочи или Рязани, но объединяет их всех одно. Их завели котятами, а потом бросили. До лета бы мало кто из них дожил, потому что забирали мы их в мороз, минус 20. То есть там замерзала в этих дачах вода даже. И кошки просто набрасывались на еду привезенную. То есть настолько они были голодные. Все это делаю рук людей, которые привозят домашних кошек и котов, оставляют на дачах. Потом они там плодятся, катятся. И люди спокойно уезжают дальше осенью в теплые, уютные квартиры. На передержке в разных квартирах. У добрых людей сегодня больше 10 кошек. На передержке временное спасение. Все животные брошенные, которым действительно нужна забота, нужно тепло. Поэтому поиск дома для них актуален, жизненно важен. Сейчас они находятся на нескольких передержках в Рязани. По трое-четверо. Вы понимаете сами, что передержки на лето уезжают. У кого-то командировка, у кого-то отпуск. И держать их бесконечно не могут. Мы сегодня представим вам кошечек и котиков, которые оказались ненужными в предыдущих семьях. Их оставили на улице на произвол судьбы. Привычно хорошо полностью и к лоточку, и видение привидливое. Она не будет там, как вот маленький котенок, лазить по обоям. Не будет от нее много беспокойств. Но зато будет уют в доме. То есть, как бы такая вот очень уютная кисунка. Рыжика нашли в пустом дачном поселке зимой. Голодного. Нашли напуганным. Пока он побаивается людей, но с теми, к кому привык, спокойный ласков. Как нам сказали, что привезли рыжика в Гавельтово москвичи и оставили его там на зиму. То есть, вот такие вот у него бывшие хозяева. Ласковая девочка Мариша млеет от проявления к ней внимания. Спокойная, любит полежать, поморчать, играет, но не шумная. Стерилизована. Возраст до года. В еде непривередливо. Я не знаю причину, по какой могли ее бросить вот так вот во дворе. Потому что мне кажется, что это просто взяли котенком, поигрались. Когда кошка повзрослела, то она стала неинтересной. Это Кузя. Еще совсем молодой кот. До года. Очень активный, как любой ребенок его возраста. Марта с нежным пушистым мехом и очень милой мордочкой. Отличается покладистым мягким характером и нежностью. Спокойно и в то же время игриво. Привязана к людям и общительно. Бруни найден худеньким, голодным и замерзшим. Сейчас и гриф, и умен. Кастрирован и приучен к лотку. Обожает ласку и сразу начинает мурчать. Котик Дэнни тоже был истощенным и напуганным, когда его нашли. Но сразу тянулся к людям. Ему примерно полгода. Любвеобилен, полностью здоров, кастрирован и приучен к лотку. Любопытный и обаятельный котик Данил. Идеально приучен к лотку, спокоен и гриф. А это Том. Кот с отмороженным ушком. Его забрали зимой, в 20-ти градусный мороз. Скорее всего, еще немного, и он бы погиб. Сейчас здоров, кастрирован и готов к устройству в новый дом. Красивейшая шерсть, из сине-черного цвета, как у пантеры. И при этом мягкий, игривый характер. Каждый из этих ребят ищет новый дом и ответственных, добрых хозяев. Позвонить, чтобы посмотреть и забрать понравившегося котика или задать вопросы, можно по номеру 8-910-612-44-44. На протяжении нескольких лет Банк России выпускает серии драгоценных монет, посвященных редким или исчезающим животным. На этой неделе в лесопарке открылась выставка «Драгоценный мир живой природы». Все желающие могут узнать что-то новое о животных, занесенных в Красную книгу. На центральной аллее лесопарка местечковый ажиотаж. Причем не только у нумизматов. Выставку «Монет Банка России. Драгоценный мир живой природы» внимательно изучают и обычные прохожие. Интерес неподдельный. На монетах образы животных из Красной книги. Изображение животных на монетах уходит вглубь веков. Еще древние римляне и греки на своих монетах изображали животных, которым они поклонялись. Центральный банк выпускает монеты с изображением животных с 1992 года. Вышло две серии «Красная книга» и «Сохрани наш мир». В основном эти монеты из драгоценных металлов, золота и серебра. Сохранение редких видов животных – простой способ повлиять на толщину Красной книги. Например, в этом случае. В Рязанской области для охраны и восстановления численности русской выхухоли создали Окский биосферный заповедник. На драгоценных монетах обитатели этого заповедника тоже есть. Познакомиться с этими монетами можно благодаря нашей фото-выставке в лесопарке, которая также имеет название «Драгоценный мир живой природы». Можно подробно рассмотреть каждую монету. Они являются своего рода произведением искусства. прочитать о животном, который находится на грани исчезновения, либо занесен в Красную книгу. В сериях монет «Красная книга» и «Сохраним наш мир» более 150 уникальных монет. В лесопарке на выставке только малая их часть. Но здесь есть и монеты Красного орла, и Амурского тигра, и дальневосточные черепахи. Все они коллекционные и выпущены в ограниченном тираже. Например, серебряная монета Амурского тигра обойдется вам в сумму от 20 тысяч рублей. Выставка в лесопарке проработает до конца апреля. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Философский проект пятерых современных русских художников открылся в среду, 13 апреля, в выставочном зале художественного музея на улице Есенина. В дни Великого Поста он выглядит особенно актуально. Созданное прямо в святых местах, которые долго оставались закрытыми для посторонных глаз, эти картины несут в себе особую энергетику. Древнейший монастырский центр православной церкви «Святой Афон» с 10 века принимает паломников и монахов. Сегодня он почитается как удел Пресвятой Богородицы. Этот закрытый для любопытствующих аскетичный и величественный мир, между тем открыт для тех, кто готов познать тайны собственной души. 55 произведений живописи, графики, эмали и мозаики, объединенные общей темой «Святым Афоном», стали основой большого выставочного проекта. Для православного человека византийское искусство – это некая матрица, а для художника тем более. В 1916 году исполнялось тысячелетие со дня присутствия русского монашества на Афоне. И в связи с этим ряд академиков, российской академии художеств, были направлены на Афон по благословению нашего патриарха Кирилла и старца Симеона, главы Афона. И вот мы в течение достаточно долгого времени там работали, как профессионалы, соприкасаясь с этой древностью, с этими канонами. В 2015 и 2016 году пятеро русских мастеров живописи отправились в особенное паломничество на Святую Гору. Они посетили 12 монастырей, 5 скитов, несколько монашеских келей, известные исторические места на Афоне и в Солониках. Художникам удалось посмотреть уникальные, доступные лишь монахам места, познакомиться с древнейшими и современными фресками, заглянуть в библиотеки и реставрационные иконописные мастерские. Каждый из этих мастеров – это уникальный человек с абсолютно индивидуальным, фантастическим, собственным, творческим лицом. И вот настолько они вместе, в пятеро, здесь гармонично, в этом зале, надеюсь, в последующих залах музеев России будут присутствовать, что это не оставляет наружным никого. Мне повезло, потому что я был один раз, меня взяли с собой. Я наблюдал, как рождались эскизы, наблюдал часть произведений, которые были созданы на Афоне. Потом они были созданы, многие из них мастерских, мастеров. И это какой-то удивительный, в общем, результат. В этих рабочих поездках источниками вдохновения были службы в храмах, архитектура разных эпох, величественные пейзажи, вид самого Афона в теплом средиземноморском свете. Здесь каждый холст, во-первых, это полная свобода самовыражения, но эта свобода самовыражения основана на глубоком чувстве. Поэтому все холсты, они как раз передают вот это свечение горы Афон. Свечение – это потрясающее ощущение религиозное, мистическое, выраженное в светских картинах. Этот проект интересен прежде всего тем, что здесь представлено пять очень крупных художников современной России. А может быть и мира, я не знаю. Вот это первое все. А значит, это качество, это содержание, это глубина, а уж тем более такая тема, а фон. С некоторыми из представленных авторов рязанцы знакомы. Виктор Калинин приезжал в Рязань с персональной выставкой несколько лет назад. А мозаику Вадима Кулакова узнает каждый, кто бывал в Рязанском театре кукол. С другими авторами зритель встретится впервые. Но непременно во всех таких разных работах увидит отражение особенного мира Святой горы. Художники, имеющие возможность посетить этот мир и показать зрителю в своих произведениях, тем не менее, не делают его открытым. Созерцая тихую сосредоточенную жизнь Афона, зритель остается невовлеченным в нее. Явленное ему через полотна не становится доступнее, но ощутимее становится невероятная высота духа. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». И напоследок театральные новости. В кукольный с гастролями приехали коллеги из Санкт-Петербурга. Всего три дня с 15 по 17 апреля знаменитый коллектив будет творить чудеса на сцене театра кукол. Звездные имена режиссеров, художников, артистов, награды, призужденные спектаклем этого театра, лучшие характеристики для сомневающихся идти или нет. Карлсонхаус уже несколько раз приезжал в наш город на Рязанские смотрины. И спектакли, показанные в рамках фестиваля, каждый раз производили необычайное впечатление. В афише полноценных гастролей два спектакля для маленьких зрителей, домашние монстры и мумитроли «Шляпа волшебника». Петр Васильев, режиссер спектакля, специально сделал так, что мы отказались от идеи что-то домыслить, привнести свое, какую-то, может быть, философию в этом искать. И он постарался рассказать историю предельно просто, придерживаясь авторского текста, так, чтобы это было понятно маленьким зрителям. Он веселый, интересный, яркий. А вот взрослая аудитория посмотрит моноспектакль «Ваня». Здесь расшифровка и сказка про Ваню, и загадочную русскую душу. Я его играю уже несколько лет, наверное, лет шесть. Мы меняемся, становимся взрослее, да, на какие-то вещи по-другому. Начинаем смотреть, что-то в мире меняется, какие-то события происходят, и они начинают резонировать тоже вдруг неожиданным образом. Зритель это тоже считывает, улавливает, и вдруг спектакль обретает какую-то новую актуальность. Кстати, у Вани аж две золотых маски. За режиссерскую работу и за работу актера. Не упустите возможность прикоснуться к прекрасному и подглядеть за волшебными мирами. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова